Бытие. Глава тридцать восьмая. Которому имя Шуа. И взял ее и вошел к ней. Она зачала и родила сына, и он нарек ему имя Ир. И зачала опять и родила сына, и нарекла ему имя Онан. И еще родила сына, и нарекла ему имя Шела. Иуда был в Хизиве, когда она родила его. И взял Иуда жену Иру, первенцу своему. Имя ей Фомарь. Ир, первенец Иудин, был неугоден пред отчами Господа и умертвил его Господь. И сказал Иуда Анану, войди к жене брата твоего, женись на ней, как деверь, и восстанови семя брату твоему. Анан знал, что семя будет не ему, и потому, когда входил к жене брата своего, изливал на землю, чтобы не дать семени брату своему. Зло было пред отчами Господа то, что он делал, и он умертвил и его. И сказал Иуда Фомаре, невестке своей, живи вдовою в доме отца твоего, пока подрастет Шела, сын мой. Ибо он сказал, не умер бы и он, подобно братьям его. Фомарь пошла и стала жить в доме отца своего. Прошло много времени, и умерла дочь Шуи, жена Иудина. Иуда, утешившись, пошел в Фамну, к стригущим скот его, сам Ихира, друг его Адаламитянин. И уведомили Фомарь, говоря, «Вот свекор твой идет в Фамну, стричь скот свой». И сняла она с себя одежду вдовства своего, покрыла себя покрывалом, и, закрывшись, села у ворот Енаима, что на дороге в Фамну. Ибо видела, что Шела вырос, и она не дана ему в жену. И увидел ее Иуда, и почел ее заблудницу, потому что она закрыла лице свое. Он поворотил к ней и сказал, «Войду я к тебе», ибо не знал, что это невестка его. Она сказала, «Что ты дашь мне, если войдешь ко мне?» Он сказал, «Я пришлю тебе козленка из стада». Она сказала, «Дашь ли ты мне залог, пока пришлешь?» Он сказал, «Какой дать тебе залог?» Она сказала, «Печать твою и перевесть твою и трость твою, которая в руке твоей». И дал он ей, и вошел к ней, и она зачала от него. И, встав, пошла, сняла с себя покрывало свое и оделась в одежду вдовства своего. Иуда же послал козленка через друга своего, Адаламитянина, чтобы взять залог из руки женщины, но он не нашел ее. И спросил жителей того места, говоря, «Где блудница, которая была в Янаиме при дороге?» Но они сказали, «Здесь не было блудницы». И возвратился он к Иуде и сказал, «Я не нашел ее». Да и жители места того сказали, «Здесь не было блудницы». Иуда сказал, «Пусть она возьмет себе, чтобы только не стали над нами смеяться. Вот я посылал этого козленка, но ты не нашел ее». Прошло около трех месяцев. И сказали Иуде, говоря, «Фомарь, невестка твоя, впала в блуд, и вот она беременна от блуда». Иуда сказал, «Выведите ее, и пусть она будет сожжена». Но когда повели ее, она послала сказать свекру своему, «Я беременна от того, чьи эти вещи», и сказала, «Узнавай, чья это печать, и перевесь, и трость». Иуда узнал и сказал, «Она правее меня, потому что я не дал ее Шелле, сыну моему, и не познавал ее более». Во время родов ее оказалось, что близнецы в утробе ее, и во время родов ее показалась рука, и взяла повивальная бабка и навязала ему на руку красную нить, сказав, «Этот вышел первый». Но он возвратил руку свою, и вот вышел брат его, и она сказала, «Как ты расторг себе преграду!» И наречено ему имя «Форез». Потом вышел брат его с красной нитью на руке, и наречено ему имя «Зара». ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...